Солнечная передача Куншуах Мы продолжаем нашу передачу Куншуах. В прямом эфире я с большим удовольствием хочу представить вам наших сегодняшних гостей в студии. Это Алма Гамбетова Гульмира Ибрагимовна, заместитель председателя правления по научной и учебной работе. Тимиралиева Нурла Амановна, заместитель председателя правления по учебно-воспитательной работе. Сыздыкова Дина Мусабековна, заместитель председателя правления по стратегическому планированию и профессиональному обучению. Все они являются специалистами Государственного медицинского колледжа нашего города. Рада приветствовать вас сегодня в нашей передаче. Надеюсь, настроение у вас прекрасное. Начнем, наверное, сразу с того, что вы представляете именно Медицинский колледж государственный. И хотелось бы узнать вначале историю. Давайте окунемся в историю, с чего все начиналось. Сколько лет уже вашему колледжу, сколько педагогов, студентов обучаются на данный момент. Пожалуйста, Кремера Ибрагимовна. Наш Западно-Казахстанский высший медицинский колледж имеет уже более чем вековую историю. Был основан в 1916 году. Впервые на казахской земле была организована фельдшерская акушерская школа. И только через 16 лет, вот спустя 16 лет, после внеочередного исторического съезда руководителей обздоров отделов, в других регионах начинают открываться медицинские организации образования. И в 1923 году, в связи с тем, что столица Каза СССР переводится в город Оренбург, наш колледж переводится также в город Оренбург и получает название Казахского краевого медицинского техникума. Там он просуществовал до 1929 года. И в связи с тем, что столица Каза СССР теперь переводится в 1929 году в Казаларду, наш фельдшерская акушерская школа переводится в город Уральск. И более до почти 1954 года он переименовывается уже в медицинское училище. Почти 40 лет существует он под названием, под этим именем медицинское училище. И в 1996 году он становится медицинским колледжем. А в 2016 году постановлением Акимата нашей области он получил статус высшего медицинского колледжа. В 2021 году наш колледж в соответствии с подписанным меморандумом между Казахским национальным медицинским университетом Асфиньярово перешел в доверительное управление под знамя первого национального медицинского университета нашей республики. И на сегодняшний день наш колледж подготовил более 23 тысяч специалистов различного профиля медицинской отрасли. Это и санитарные фельдшера, и фельдшера-лаборанты, фельдшера, акушеры, медицинские сестры, и зубные врачи, зубные техники, фармацевты. И 485 на сегодня подготовленных, 485 прикладных бакалавров сестринского дела. Такова история нашего медицинского колледжа. Спасибо. Давайте озвучим тему нашего эфира сегодня. Глубокие корни медицинского колледжа для выбора профессии. Поэтому у вас, если есть какие-то вопросы, интересующие, дорогие телезрители, то вы можете задать их к нашим гостям, дозвонившись по номеру 28 58 69, либо написать на номер WhatsApp 8 700 028 58 69. Будьте активными, дорогие друзья. Скажите, пожалуйста, вот самые сейчас востребованные специальности, по каким специальностям вы обучаете? Вы только что сказали, может, вы тоже дополните, да, вот самые востребованные вот среди студентов. Насколько они охотно выбирают эту профессию, идут к вам в колледж? В дальнейшем остаются ли они там в колледже? Идут ли дальше, да, то есть по этой дороге в жизни, то есть выбрав медицинскую профессию? Ну, смотрите, наш колледж является первой ступенькой в росте карьеры, допустим, медицинского работника. Заканчивая наш колледж, наши студенты уже получают статус, допустим, среднепрофессиональное медицинское образование. Но с учетом того, что вот у нас с 2016 года открылось отделение прикладного бакалавриата, то есть это вторая ступень уже после среднего образования. То есть мы уже выпускаем не только медсестер общей практики, но и медсестер расширенной практики. Это дает им возможность дальше расти, допустим, академические бакалавры, да, академические бакалавры, да, это уже студенты с высшим сестринским медицинским образованием. Его уже дают, преподают уже в вузах. На сегодняшний день у нас наши, допустим, выпускники, многие идут в магистратуру сестринского дела. То есть это следующий этап карьерного роста их профессии. Ну и высшие ступени – это докторантура. И вот именно в этом году, знаменательный этот год, что в этом году у нас первые докторанты сестринского дела выпускаются в нашей республике. То есть карьера роста нашего среднего медицинского работника присутствует именно начиная вот с нашей ступеньки. Спасибо. В чем еще преимущество вашего медицинского колледжа? Я хочу дополнить, да, тоже вот. Сегодня наш колледж выпускает специалистов по шести специальностям и семи квалификациям. Это лечебное дело – фельдшер, акушерское дело – акушер, сестринское дело медицинской практики, лабораторная диагностика, медицинский лаборант, гигиен-эпидемиология, гигиенист-эпидемиолог, квалификация, фармацевт. И хочу сказать, что у нас есть еще один уровень образования – это послесредний уровень образования, то есть в национальной рамке квалификации – это высокий уровень, это пятый уровень, и мы выпускаем здесь прикладных бакалавров сестринского дела. Хотя специально сестринское дело, но это другой, более высокий уровень профессии. И хочу сказать, что прикладных бакалавров сестринского дела мы начали готовить с 2014 года сперва в режиме пилотного проекта, а с 2018 года самостоятельно, и мы выпускаем их по двум нормативным срокам обучения. То есть это для школьников могут поступить на нормативный срок обучения 3 года 6 месяцев, и работающие медицинские сестры со стажем работы, они могут поступить на 1 год 6 месяцев, то есть на ускоренную программу обучения. И очень отрадно я здесь хочу сказать, что наши выпускники прикладного бакалавриата, закончив сегодня прикладной бакалавриат, идут дальше, то есть выстраивая свою карьерную траекторию роста, и осуществляя непрерывное профессиональное образование медицинской сестры, идут дальше учиться по программе академического бакалавриата в медицинские университеты, и, закончив программу академического бакалавриата, продолжают обучение в магистратуре сестринского дела, а дальше вот в докторантуре сестринского дела. И очень отрадно, что у нас даже сегодня в нашем медицинском колледже работают, если 20 магистрантов, то из них 10, это магистры сестринского дела. То есть таким образом реформа сестринского дела, она идет в разных направлениях, не только охватывая практическое здравоохранение, реформируя, но и реформируя вместе и медицинское образование этой специальности. Спасибо. Ну вот уже поступают первые вопросы от наших телезрителей на казахском языке. Здесь вопрос, я надеюсь, кто-то из вас ответит. Уколога түсейн деп, едим қыжаттарды қашанан бастап, қабылдайсыздар, қандай қыжаттар қажет? Уколога түсейн деп. Колледжке келеп немесе электронды үкмет порталы арқылы қыжаттарыңыздың түп нұсқаларының скан вариант арқылы тапсырып конкурстық негізде үйден отырып результатын күтіңізге болады. Колледжке түсер кезінде сіздің негізгі қыжатыңыз, бұл 11 бітірген аттестатыңыз. Сонымен қоса 3-4 таны фотоңыз өзіңіздің жекек көәліңіздің көшірмесі және өтінішіңіз медициналық анықтаманыңыз қажет болады. Біз сіздерді күтеміз барлық жана арптес мәтіпетті. Алты мамандық бойынша, жетті біліктілік бойынша, біз студенттерді дайындаймыз. Дорогие друзья, еще раз напомню, средства связи 28 58 69, номер прямого эфира и номер ватсапа 8 700 028 58 69. Если у вас есть какие-либо вопросы, то вы можете задать их нашим гостям по указанным контактам на экранах. И будем наши спикеры с удовольствием ответить на каждый ваш вопрос. Следующий вопрос, такшыны казасқымызды кем? Мен көп балалы анамын, балам оқуға сіздердің колледжге түссе жатаққана жатуға мүмкіндік барма? Жатаққана колледжімізде, бақсы қазастан жоғары медициналық колледжінің қасында жеке жатаққана бар. Жатаққана 144 орындық арналған. Яғни біздің барлық студенттерге жақсы жағдай жасалған жатақанада жатақанамен қосы біздің колледжімізде жанағы кітапқана болсын, әртүрлі үйірмелер болсын, әртүрлі жанағы біздің студенттеріміз жан жақты өз ерін дамыт алады. Жатаққанақы бірніштен орын аласыған кезде жанағы дай көп балалы атана болсын өзінің әйлеметтік жағдайларына қарап орналастырамыз кей, жағдайларда жақсы жағдай жасалған, әртүрлі жақсы жағдай жасалған енда орналастыруға болады стыденттерді. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как развивается у вас международное сотрудничество вот вашем медицинском колледжі? — Международное сотрудничество у нас развивается сегодня с 11 медицинскими образовательными учреждениями ближнего и дальнего зарубежья. Это три университета. Это университет Джамг города Лахти, Финляндия. Мы с ними сотрудничаем по вопросам подготовки прикладных бакалавров Сестринского дела, потому что вы знаете, что программа прикладного бакалавриата Сестринского дела, кураторами этого проекта являются именно финские университеты в Казахстане. Второе университет — это Самарский государственный медицинский университет. Мы сотрудничаем с ними по поводу подготовки наших преподавателей, академических бакалавров Сестринского дела. Они учатся там по программе магистратуры Сестринского дела. И третье — это Саратовский университет имени Разумовского. А также мы сотрудничаем сегодня с восьми медицинскими колледжами. Это Набережная Челнинский медицинский колледж, Рубцовский медицинский колледж Алтайского края, это медицинский колледж Тюменской области, Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова, это наши ближние соседи — Саратовский областной базовый медицинский колледж, Оренбургский медицинский колледж, Это Балаковский медицинский колледж, Казанский медицинский колледж. И вот с этими нашими партнерами мы сотрудничаем в совершенно разных форматах. Например, если с Казанским медицинским колледжем мы сотрудничаем по поводу развития чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, то с Тобольским медицинским колледжем мы развиваем больше открытые, совместные, интегрированные вебинары, уроки. А с Балаковским медицинским колледжем у нас идут и выездные, и онлайн, современные мастер-классы по подготовке и развитию потенциала наших преподавателей. И вот у нас на подходе еще подписание меморандума с медицинским колледжем Узбекистана. Очень большое развитие у нас идет с нашими финскими коллегами. Преподаватели нашего колледжа активно участвуют в Health Webinar Talks, организованным преподавательским составом университета города Лахти. А также наши преподаватели постоянно участвуют в международных интегрированных конференциях, которые проводит Медицинский университет Астана. Мы в прошлом году участвовали именно активными докладчиками международной конференции в рамках международной программы Акселет. Это развитие программы академического бакалавриата и высшего сестринского образования в Казахстане. Четыре у нас было доклада, два официальных доклада традиционных и два постерных доклада, которые попали на сайт, республиканский сайт сестринского дела. И в этом году мы также участвовали в заключительной итоговой международной конференции, которую организовал Медицинский университет Астаны. Также с тремя докладами, которые также попали в сборник этой конференции. Спасибо. Мы видим, что вы принесли с собой журналы. Хотелось бы тоже заострить внимание наших телезрителей на них. Расскажите, пожалуйста, о них кто. С 2016 года наш колледж занимается издательской деятельностью, выпускает научно-практический. Сегодня это уже республиканский журнал, Ажая Коннера Медицинова журнала. И в этом журнале находится отражение актуальной проблемы и вопросы как практического здравоохранения, так и медицинского образования. И плюс все изменения в нормативно-правовых актах, которые идут в медицинской отрасли, они все отражаются в нашем журнале. Значит, автором этого журнала могут стать как все специалисты, как нашего практического здравоохранения, так и наши педагоги, так же и студенты. — Какими еще успехами, достижениями вы можете гордиться на сегодняшний день? Что служит поводом именно для гордости? — Вы знаете, мне хочется сказать, что кроме среднепрофессионального образования, мы еще занимаемся дополнительным и неформальным образованием. Вы прекрасно знаете, что, допустим, наша профессия, профессия медицинских работников, она требует постоянного обучения. И вот как раз наш учебно-клинический центр, который создан на базе нашего колледжа, он как раз занимается обучением, дополнительным обучением, перед подготовкой и какое-то неформальное обучение. То есть, смотрите, учебно-клинический центр, он на своей базе имеет симуляционный центр. То есть центр, который позволяет нашим практически медицинским работникам отрабатывать свои практические навыки. Для этого у нас, скажем так, самое современное оборудование, самые современные манекены. И вот именно в закуп вот этого оборудования, конечно, большую роль сыграл и наш доверительный управляющий Казахский национальный медицинский университет имени Асвиндиярова. То есть в рамках доверительного управления они закупают нам медицинское оборудование. Вот за эти три года почти свыше 100 миллионов деньги закуплено было оборудование. Это такие вот, скажем, оборудования, как стол, анатомический стол Пирогова. Да, вот это настолько уникальное оборудование. На нем можно практически, ну, полностью анатомию человека изучать в любом срезе, учитывая, как вот, допустим, на компьютерном томографе, да, вот делают несколько срезов. То же самое мы можем сделать на этом и анатомическом столе Пирогова. Кроме этого, вот мы сейчас ждем тоже такое уникальное оборудование, как кардиологический манекен, значит, для, во-первых, проведения процедуры электрокардиограммы, да, постановки диагноза, оценки проблем, допустим, какие проблемы на основании вот этой ЭКГ можно поставить именно на этом кардиологическом манекене. То есть с ним вместе идет у нас и монитор, с ним идет и аппарат электрокардиографического исследования. То есть он обладает там библиотекой около тысячи вариантов изменений ЭКГ при каких-то патологиях. То есть, учась на этом манекене, наши специалисты будут уже в курсе, какие изменения мы можем увидеть на электрокардиограмме при том или ином заболевании. То есть это настолько уникальный манекен, он достаточно дорогостоящий. И вот я хочу сказать, что этот манекен пока ни в одном колледже его нету. Этот манекен, он вот закуплен, я знаю, насколько знаю, в Республиканском центре кардиологии. И вот такой манекен закупили мы. То есть за счет именно средств нашего доверительного управляющего. Спасибо. И можно дополнить, да, и вот в свете того, что очень много нам дает возможность, значит, взаимного сотрудничества с университетами имени Асфиндиарова. На сегодняшний день мы уже три года сотрудничаем, и в результате этого наши 20 преподавателей повысили свой потенциал, прошли различные мастер-классы, семинары, тренинги, профессиональные стажировки в симуляционных центрах, учебно-клинического центра университета, в клиниках университета. Наши студенты по программе академической мобильности, студенты третьего курса разных специальностей, были на учебно-производственной практике именно на клинических базах этого университета, получили уникальную возможность провести свою, как говорится, практику именно в городе Алматы на клинических базах университета. Это Республиканская детская клиническая больница Ахсай, это пятая поликлиника городская города Алматы и клиника внутренних болезней университета. Плюс университет нам дал также уникальную возможность доступа к научной международной базе данных. Это мы получили доступ преподавателей и студентов колледжа. Международной базе медицинских данных это Web of Science, Thompson Reuters, а также национальным базам электронной библиотеки это Ахнур Пресс и Эпиграф. Также я еще хочу сказать, что повышение квалификации многие наши преподаватели прошли именно на кафедрах университета. Спасибо. Вот такой вопрос сейчас от нашего телезрителя. На прикладной бакалавриат можно поступить после школы? Я отвечу на этот вопрос. Программа прикладного бакалавриата реализуется в нашем поле в двух нормативных сроках обучения. Да, после школы можно поступить. Это будет нормативный срок обучения 3 года 6 месяцев. То есть 3,5 года можно поступить. И мы обучаем и с государственным языком обучения, и с русским языком обучения. Хочется сказать, что у нас в этом году ежегодно растет план приема и по госзаказу, в том числе за счет средств местного исполнительного органа. Планируется у нас как раз прикладной бакалавриат 25 с русским языком и 25 с государственным языком обучения ввести подготовку на бюджетной основе, а также будут группы и на платной основе. Спасибо за исчерпывающий ответ. Следующие вопросы на казахском языке. Сейчас зачитаю его вам. Мен колледжиге оқуға түсем, өзімді жан-жақты дамытқым келеді. Соған қандай жағдайлар жасалған? Сұрағынзар Ахмет. Се студенттер, студент қатарына қалданғаннан кейін, топ жетекшілерінің, педагог-психологтың, сонмен қатарына студентты өзін-өзі басқару үйімінің жетекшілігіменен әртүрлі үйірмелерге өзлерінің жан-ағы өнерлерін көрсетелады. Мысалы бізде вокалы үйірмесі бар, егер жан-ағы әнайту қабілеті болатын болса. Бүй үйірмесі, сонмен қатар спорттық үйірмелер, баскетбол, валейбол деп айтамыз, күрес, тоғыз қымалақ, жан-ағы шашқы, шақмыт болсын, осы спорттық түрлерінде өз-өзлерін жақсы көрсетелады. Бұның үйірмелердегі жан-ағы қосымша дайындықтарын, жан-ағы білім беру өден басыққа, жан-ағы қосымша дайындың өнерінің шармашықтарын дамытау барысында нәтижелерін бізі студенттердің жетістіктерінен көрімізге болады. Қазіргі таңда, мысал, облысымыздағы барлық оқу орындарының қатысу мен ұйымдастырылған, ҚВН деп айтамыз, жайдарыман біздің студенттердің тобынан қаралған, құралған мақсат емесі командысы қатысып жүр. Бұл студенттеріміз жыл сайын жаңағы женімпаз болып, бұл түр, мысал, үшін-екінші орынға еленді. Сонымен қатар жаңағы әнден екінші орын алыпты алып бейден, жаңағы үшінші орынға е болды. Осында жетістікке жетісткен студенттерімізге ақылы түрде көмектер қарастырылған, мысалы, біздің жаңа үздік ойыншымыз, Сесенғалиев Аслан деген қазіргеген эпидемиология үшінші қорсы студенті ол өзі жаңағы стипендия алып қана қоймай, қосымша кәсіп одақың жанынын, жаңағы айсайын өзің стипендиясының көлемінде тағы да қосымша көмек алып жүр. Сол тәрізді жаңағы жетістіктері, жаңағы қалқаралық денгейде, областық денгейде студенттердің енді жақсы жағдай жасалған қатсы үшін. Вот таку вопрос ат ученика, да, тожы адресовын вам. Мектеп ұқшысы едім, колледжге барып көрсім, болады ма екен, тапсырмас бұрын? Әрине болады бізде қазір таңда кәсіптік бағдар беру тобы жұмысша сап жатыр. Олар дейдің қаламыздағы барлық мектептерге, аудандық мектептерге баруға да жоспарлау отыр. Колледжімізде ашы есі күні аптасайын жоспарлану отыр. Колледж сайтынан көруге болады. Келі біздің жаңағы әртестеріміз айтып еткен әртүрлі тренажерлермен жаптықталған ұқу кабинеттерін ұқу бөлмелерінде тәжібек тағыларды жаңағы өздері көріп, қызығушылық таңытып, әрмамантық бенен, алтымамантық бен жаңағы таңызуға болады. Спасибо. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните, пишите по указаным контактам на экране, будьте активными, время эфира ограничено. После музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем нашу передачу «Куншуах» в прямом эфире. Что ж, продолжим наш разговор. И хотелось бы задать такой вопрос. А как вообще идет у вас цифровизация учебного процесса? Гульмир Ибрагимовна. Цифровизация у нас, вы знаете, что это сейчас одно из важных направлений любого образовательного учреждения. И сегодня мы, вот, наверное, повлияло еще время пандемии, когда все медицинские организации, образовательные организации перешли на дистанционный формат обучения. И вот с того самого времени мы подключили нашу образовательную платформу «Кольдж Смарт Нэйшн», где мы ведем полностью весь наш учебный процесс, как бы оцифрован. То есть наши теоретические журналы и практические журналы полностью ведутся в электронном формате, что позволяет и студентам, и родителям своевременно следить за ходом учебного процесса, за своей успеваемостью, за посещаемостью, что очень удобно для родителей. Также вот здесь, вот, продолжая вот эту тему, я бы хотела сказать, что у нас вообще ежегодно идет рост приема и выпуска. Если вот, например, сравнить, за последние вот эти, допустим, три года у нас был набор где-то 400-450 студентов в год, наверное, вот это повлияло и пандемия, то, что оно показало, насколько востребована специальность медицинского работника. И то сегодня мы набираем буквально ежегодно по 700 студентов. Вот в этом году мы выпускаем, в этом году мы выпускаем вот более 700 специалистов, среди которых 200 только прикладных бакалавров сестринского дела. Вот даже сами цифры приема и выпуска показывают, насколько востребована сегодня. То есть вам удалось поднять престиж медицинской профессии? Да, 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 специальность медицинского работника. И вот пользуюсь этим эфиром, разрешите, дорогие наши телезрители, абитуриенты, выпускники школ этого года, всех приглашаем поступать к нам в наш медицинский колледж. Еще одна новость, это то, что мы в этом году будем открывать вечернюю форму обучения для специальности сестринское дело, что очень удобно, сейчас очень многие люди идут за вторым образованием. Мир меняется, меняются навыки, идут, так как профессия очень востребованная, многие хотят, интересуются получить именно специальность медицинского работника, поэтому приглашаем именно на вечернюю форму обучения по специальности медицинская сестра. Спасибо. Ну вот на данный момент, сколько у вас работает педагогов в вашем колледже? Насколько вот они имеют категорию, да, где они обучаются, поднимают, да, уровень своих знаний? На этот вопрос, наверное, тоже я отвечу. У нас сегодня 87 штатных педагогов, специалистов. Вот действительно, качественное образование это там, где качественные ресурсы, то есть качественный состав педагогов. Общая категория сегодня составляет у нас 76%, а качественный состав, то есть здесь учитываются педагоги высшей и первой категории, на сегодняшний день 57,4%. У нас 20 магистров, из которых 10 магистров сестеринского дела, 13 академических пока лавров. Если, например, в этом году у нас, вот просто для сравнения, план был повышения квалификации для 11 педагогов, то на сегодняшний день, вот за первые полугодия этого учебного года, уже 26 педагогов прошли повышение квалификации. То есть у нас повышение квалификации всегда идет с опережением. Спасибо. И еще хочу добавить, наши педагоги являются, занимаются не только педагогической деятельностью, они еще издают, ведут подготовку собственных учебных пособий. На сегодняшний день в Республике Казахстан все медицинские колледжи занимаются по тем учебным пособиям, по 22 учебным пособиям, которые получили положительный отзыв у наших коллег по всей Республике среди медицинских колледжей. Являются авторами 22 учебных пособий. Вот такие вот достижения наших педагогов. Ну вот до этого вы говорили, что у вас очень обучается очень много талантов, где они могут всесторонне развиваться, не только получая диплом по своей специальности. Но вот какими достижениями вы гордитесь? Может быть в спорте или в каких-то, может быть, других творческих направлениях? Бізде жаңа айтып етін спорттық ерме жан жақты дайындайды. Яны, ермешлер, денешнық тұрпан оқытушылары қосымша, арнайы кестеменен жаңағы спорттың қай түріне бейімді бұлатын бұлса, соғы студентті дайындайды. Мисалы, біз мақтан етеміз, шақында Алматы қаласында өткен әлем чемпионаты. Яны, бұл әлем чемпионатында 17 елден 600-ден астам спортшылар қатысқан бұлатын, осың ішінде бізде Есенбек Мадияр дегеніміз, жаңағы әлем чемпионын екінші орынға еуіп келді. Сонымен қатарымна, облысымызда спорттық лига жарысында, баскетболдан, және волейболдан екінші орынға еуіп олды. Сонымен қатарымна, қалалы, облыстық, барлық жарыларда, бізде жүлделі орындарды, жаңа, елен өзір. Яны біз тек медицина мамандарын дайындап қана қоймаймыз. Жаңа, өзіміздің студенттердің қосымша, жаңағы, уақыттарын темді пайдалану мақсатында, жаңа, үйірмелерін жетістегімен мақтан аламыз. Спасиба, вопросы продолжают поступать, их очень много. А у нас до окончания передачи остаётся буквально 8 минут, и я надеюсь, что вы успеете охватить все вопросы, заданные от наших телезрителей. Здравствуйте, в данный момент у меня есть категория с 2025 года, будет лицензирование. Какие есть разницы между ними, и какие даёт она полномочия? Стоит ли получать лицензию? Давайте я отвечу на этот вопрос. Я говорила, что наш колледж занимается не только профессиональным образованием медицинским, но и ещё дополнительным и неформальным обучением. И именно для подтверждения своего уровня квалификации на сегодняшний день нужно набирать соответствующие часы по вот этим циклам. И до 2020 года у нас медицинские работники, скажем так, определяли категорийности, то есть медицинский работник первый, второй и высший категории, то на сегодняшний день категории Минздрав нам отменил. Но внедряет с 2025 года уже лицензии, лицензирование. То есть, смотрите, если у нас медицинские организации имели лицензию на вид деятельности какой-то, допустим, там вид деятельности стационарная помощь, там амбулаторно-поликлиническая, то теперь каждый медицинский сотрудник должен иметь лицензию на проведение вот этих медицинских услуг. То есть лицензироваться будет как врачебная деятельность, так и деятельность средних медицинских работников. И для того, чтобы получить эту лицензию, естественно, должны повышаться квалификации. То есть нужно набрать определенное количество часов за последние пять лет. И вот с учетом этих часов, то есть повышения квалификации, им будет присваиваться соответствующий уровень квалификации, и на основании этого будет выдаваться уже лицензия. Но это мы... Вообще разговор о лицензии идет уже давно, но вот как буквально мы были на совещании в январе месяце, нам сказали, что с 25-го года будет внедряться уже это лицензирование медицинской деятельности на физические лица. Спасибо. Еще один вопрос. Есть ли разница в оплате, если я работаю в частной организации? Ну, по поводу оплаты, во-первых, смотрите, частные организации, они, естественно, подчиняются основным нормативно-правовым актам, которые распространяются на любые медицинские организации. Но у частных есть право и на различные бонусы, на различные какие-то дифференцированные выплаты, которые, ну, скажем так, не всегда есть в государственных организациях. Поэтому я думаю, что в частных, наверное, организациях немножечко с оплатой получше, наверное, чем в государственных. Хотя на сегодняшний день государственные организации, находящиеся на право-хозяйственной вене, они тоже, скажем так, да, обеспечивают своих сотрудников достойной зарплатой. Такой вопрос на казацком языке. Мамандықтырға сұраныз бар. Жұмыссыз жастар кездеседі, мен жұмысқа орналасуға жана ортаға бейімделуге қандай мүмкіндіктер бар? Сұраққа мен жауап ерин, бейімделуге. Егер жына конкурс арқылы бізге студенттер қатарына қауылданған болсаңыз, сіздерді бейімделу үшін көлежіміздегі екі психолог мамандарымыз бар, сол мамандар көмектеседі. Сонымен қатар өзін-өзі басқар ойымдағы біздің екінші-үшінші көрстан негізу құрамы құралған белсенділер көмектесе алады. Яғни біздегі біздің мамандыққа таңдап келген кезде оны тек қана медицинаны қалайым деп емес, жынағы келетін абитуриен талап кердеп айтамыз. Өзі психологиялық тұрғыдан да дайым болу керек өткені тәжіребелердің көліпшілігін олар қалалық емқаналарда, және ауруқаналарда өтет, мысалы кей жағдайларда ғута жасап жатырған кезде, мысалы әртүрлі специализируны жаңағы бөлмелерге кірген кезде, кейбір жаңағы студенттеріміз өзің мамандығына деген қорқыныш үрей пайда болып, мысалы әрғарай бейімделі процесі қиын өтет. Өткені жаңа әріптестеріміз айтып кетті, біздейдетін тек көл жүр қабырғасында емес, оқу бағдарламасының негізгі пайызы бізде дуалдық оқыту бойынша барлық қаладағы ауруханаларда және емханаларда өтеті, сонымен қалтыр барлық аудандық емханаларда да тәжірбелік тағыларды дуалдық оқыту бойынша студенттеріміз білімдерін жетілдіріп жүр. Бізде түлік болып, жаңа қолдарыны диплом алғанан кейін, олардың жұмысқа орналасының өзінде, біз үш жылдың үстінде қадағала өтірамыз, сондықтан да бізге жаңаға нағыз медицина маманы болам деген талап керлер келсін деген жаңа өтініш бар. Можно я дополню этот вопрос? Трудоустройство на сегодняшний день у нас составляет ежегодно более 85%. У нас, так как более 40% учебного плана, сегодня, вы знаете, весь мир заточен на том, чтобы получить своевременные скиллы, то есть навыки. И также 40% учебного плана – это практическое обучение, которое проходит на клинических пазах. И на сегодня колледж заключил договора более чем с 53 медицинскими и фармацевтическими организациями не только города Уральска, но и по всей области. И также у нас развитие получает дуальное обучение, где студенты, когда во время учебного процесса проходят, значит, уже практическое обучение на этих медицинских организациях, где задействованы не только, вот еще раз повторюсь, медицинские организации города, но также и районов. Спасибо. Ну и 4 минуты остается до окончания эфира. В заключении, какие ваши будут пожелания всем телезрителям? Сегодня колледж является местом, где, значит, как бы развивается принцип триединства – образование, науки и практики. У нас, вот, как я отметила, педагоги занимаются не только образовательной деятельностью, но и научной деятельностью. Они публикуются в индексированных журналах РИНС базы Web of Science. Сегодня колледж готовит качественных специалистов, которые доказываются итогами независимой экзаменации, которые проводит Национальный центр независимой экзаменации, где у нас качество знаний у 100% выпускников и средний балл более 90% ежегодно. То есть мы находимся в первой тройке среди медицинских колледжей Республики Казахстан по результатам государственных экзаменов. И сегодня колледж занимается, вот как вы слышали от моих коллег, многогранной деятельностью, издательской деятельностью и учебной деятельностью, и проведением дополнительного образования. И разные траектории уровня образования, как техническое и профессиональное, так и послесреднее образование. Поэтому разрешите, пользуясь эфиром, пригласить всех выпускников, всех желающих, кто хочет получить как первое образование, так и второе образование, медицинское образование, в стены нашего колледжа. Добро пожаловать! Кошкильднес! Ну а я хочу поблагодарить вас за участие в нашей передаче, искренне пожелать вам успешного воплощения всего задуманного, современного новаторского подхода к своей профессии, побольше благодарных студентов, родителей, ну и, конечно, самое главное, крепкого вам здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. Дорогие друзья, а на этом я с вами прощаюсь. Всем хочу пожелать насыщенной и плодотворной недели. Встретимся завтра в это же время на телеканале Акжаик в передаче Куншуак. Всего доброго!